АК простояла целое лето. Пришла осень. Надо готовить ее к зиме. Она у нас на шипах. Чтобы не менять летнюю резину на зимнюю, мы меняем машину. Ну и интересно другое. Вот сейчас мы ее завели, чтобы поехать в гараж провести ТО. Ну а оказалось, здесь потерялась задняя передача. Разболтался почему-то рычаг. Первая, вторая, третья, четвертая есть. А там, где должна быть задняя, там все равно у нас четвертая. Ну что ж, попытаемся найти заднюю передачу. Хотя для АКИ задняя передача не самое главное. Берем АКУ и просто толкаем. Как видим, она едет. Вот здесь находится причина, почему не включается задняя передача, почему такой большой люфт. Здесь находится карданчик кулисы. И нам надо обеспечить доступ к этому карданчику. Ну для начала открутили вот эту гайку, вынимем этот болт. Это уберем тягу. Значит, соответственно, сразу доступ улучшается. Вот сняли пыльник с кардана. И вот вот этот болтик, который... Вот вся причина в нем. Он откручен. На самом деле причина в том, что резьба сбилась. Резьба повреждена в карданчике. Поставили мы болт. Болт не фиксировался. Резьба в карданчике сбита. Но оказалось, все равно можно что-то сделать для того, чтобы ездить. Мы взяли болгарку, обрезали, укоротили болт. И чудо! Болт зафиксировался, то есть остатки резьбы где-то в конце были. И у нас появилось какие-то время, может быть день, может быть неделя, может быть год, для того, чтобы не спеша найти, купить новый карданчик, но и продолжать движение. Укоротили болтик родной, но немножко заточили его на конус, так как он выглядел изначально. Глубже стал. Резьба еще не полностью разрушена, казалось, в карданчике. Поэтому смотрим, как включается скорость. Люфта практически нет. Все скорости включаются, фиксируются. Поэтому пока будем ездить. Ну и наверное покупать новый карданчик не будем, а лучше в старом, поскольку видим люфтов нету, нарежем новую резьбу. Если придется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова